Здравствуйте, дорогие зрители. Евгений пишет. Здравствуйте, Максим, пожалуйста. Снимите такой же ролик про женщин. Какие женщины разрушают судьбы мужчин и забирают их ресурсы и зачем? Интересно ваше мнение, так как эта тема довольно популярная и актуальная на сегодня для мужчин. Спасибо. С удовольствием расскажу. Значит, разрушают мужчин, женщины, которые не осознают свои миссии, которые не осознают, что их миссия в том, чтобы научить мужчину быть мужчиной и самой создавать пространство любви. То есть женщины недолюбленные разрушают мужчин, женщины, которых не любили. Поэтому они не знают, что такое любовь, они не могут ее дать мужчине. И поэтому что? Она сама все время нуждается в любви и в ее доказательствах. Вот поэтому отсюда возникает такое. Мужчина должен. И вот женщина, вместо того, чтобы любить мужчину безусловной любовью, очищает себя богиней и королевой, развивает свою женственность. Каждая встреча с мужчиной и любым – это шанс для развития женственности. Вот она начинает, мужчина должен, она относится потребительски к мужчине. Требуя доказательств любви. Потому что они не знают, что такое любовь. Потому что деньги – это не доказательства любви ни в коем случае. Вот. Первое. Второе. Значит, какие еще женщины разрушают отношения? Те женщины, которые занимаются сексом без любви. То есть, они, по сути, занимаются сексом за деньги, проституцией в браке. Вот. Эти женщины разрушают. Понятно, что такая женщина всегда ищет, где лучше. И, значит, вот пока мужчина платит, она с ним, кто-то больше платит, она к другому уходит. Вот такая вот. Такие женщины тоже разрушают и, главное, не учат мужчину быть мужчиной, да? Вот. Дальше. Еще какие? Женщины с расстройством личности разрушают отношения, безусловно. Нарциссическое расстройство, садистическое, мазохистическое, любое, да? Шизотипическое. Спорящие женщины. Спорящие женщины, как правило, вот у них это и есть проблема как раз нарциссического расстройства, да? Вот такие женщины разрушают мужчину, потому что они все время спорят, пытаются конкурировать, борются за власть и так далее. Они не понимают, что мужчина главный в семье. Какие еще женщины разрушают мужчин? Женщины с синдромом хищницы. Вот хищница, она, ну она так воспитана. Опять же, не любили ее, опять же, в бедности выросла. И надо было урвать что-то для себя. И вот она, вот такая хищница. Вот они охотятся за мужчинами, чтобы заполучить их имущество. Матери играют очень такую большую роль. Матери таких женщин, по сути, они толкают, толкают своих дочерей заниматься проституцией в браке. Ну, стерпится, слюбится. Ну, вот, ну что ты дома сидишь, давай, ну вот замуж, ну не получится там, другого себе найдешь и так далее. Ну, в общем, матери пытаются манипулировать дочерьми своими для того, чтобы те как бы использовали мужчин. Использовали мужчин, да, и чтобы заполучить у них там имущество, квартиры, дома и все прочее. Вот есть такая отряда, бабушка, мама, внучка, да. И вот, вот они такие, да, женщины, которые ненавидят мужчин из поколения в поколение. Передают эту ненависть к мужчинам, то есть, да, женщине надо продолжить род, она рожает девочку, потому что, как правило, девочек, кто рожает, те, кто не любит, не любит мужчин. Вот в таких семьях девочки рождаются. И девочка, и все, потом они, значит, расстаются, отец там алименты платит, еще что-то, может быть, он там уже имущество все отписал и так далее. И вот они выбрасывают этого мужчину за ненадобностью, да, и они воспитывают сами девочек, ну и мальчиков тоже, и такое бывает. Вот, вот так вот. То есть, вот такие отношения тоже, где мать, мать, бабушка активно участвуют в чужих отношениях. Поэтому это, как правило, не сепарированные женщины, да, которые не отделились от своих матерей. И они за советами идут к матерям и там, да, и так далее. Вот, что мне делать? И матери там активно участвуют в их жизни, и, в общем, она не понимает, что значит быть замужем. У нее нет этого понятия. Вот, что значит замужество? И она не является женщиной. Вот, еще те, кто не осознает свою миссию, ну я сказал, да. Вот, жертвы, опять же жертвы. Вот женщина-жертва, не связывайтесь с такими женщинами никогда, да. Которые всегда будут у... Которые все виноваты, мужчина виноват и так далее. Вот. Вот они жертвы. И, кстати говоря, вот такие же и отношения они выстраивают, где они становятся жертвами. И вот в этих браках, к сожалению, там куча разных проблем. Ну, те, кто без любви замуж выходит, все равно это даст о себе знать, что у людей нет секса, например. Ну, что в браке нет секса, это же ненормально. Секс это как раз такое продолжение психоэмоционального контакта. Люди любят друг друга, хотят видеть друг друга, у них есть контакт психоэмоциональный. Они общаются, они развиваются, они доверяют друг другу, им хорошо вместе. Значит, секс это продолжение этого всего. Если в отношениях нет секса, значит, ушла любовь. Потому что либо женщина не хочет мужчину, либо мужчина не хочет женщину уже. И все тогда. Надо расходиться. Какие еще женщины разрушают? Те, кто лгут. Я, сколько у меня пар было на консультациях, очень много. Я, что хочу сказать, и парами приходят и так, в отдельности. Так вот, что самое, самое худшее для отношений? Это ложь. Поэтому не лгите никогда. Никогда не лгите. Говорите правду друг другу. Семья это для развития честности. Всегда говорите о своих желаниях, чего вы хотите, что вам нравится, не нравится и так далее. Никогда не лгите. Не надо ничего терпеть. Ложь разрушает. То есть, женщины разрушают мужчин, которые им лгут. Да, вот как в песне поется, ты еще в плену моих объятий, но уже задумала побег. Вот. Она занимается сексом, но она не любит мужчин и уже думает, кому бы уйти, с кем бы там. Как бы этого мужчину оставить поскорее и все. Уже секс для нее это не в радость. Сколько женщин имитируют оргазм тоже и имитируют радость соития. Это же ненормально. Секс должен, это фонтан. Секс это радость, это фейерверк чувств, это скачки мустангов по прерии, да. Вот что такое секс. То есть, людям, люди должны, людей должно влечь друг другу, влечение должно быть обязательно сексуальное влечение, без этого нет отношений. Я сейчас не говорю об исключениях каких-то, да, когда люди живут как в браке, но будучи такими светскими монахами просто, да. Есть такие, но это такое исключение. Очень редкая вещь. А так, всегда в отношениях должен быть секс. И секс, бурный секс, влечение просто, когда от одного голоса любимого человека уже женщина оргазмирует, вот это то, что надо. И такие отношения надо, конечно, беречь. Вот, то есть, вот это все, вот это так здорово. Обязательно, обязательно. Поэтому, а насчет там импотенции, это такая вещь, это надо менять женщину, значит. Если у вас, если у мужчины пропало влечение, то просто надо поменять женщину, потому что любимая женщина, она всегда будет вызывать влечение, возбуждение и так далее. Ну вот, вкратце, если говорить про то, какие женщины разрушают мужчин. И самое главное, что те, которые занимаются проституцией в браке, без любви, не любят, потребительски относятся. Ну вот, страдают расстройством личности, психическими заболеваниями и те, которые ненавидят мужчин. Вот здесь, например, ну, наверное, 90% на Шри-Ланке, в Индии, вообще в Азии, я так понял. Ну, но я только был пока что в двух азиатских странах, я сейчас скоро поеду дальше и надеюсь увидеть всю Азию. Но женщины смотрят на мужчину с уважением, без страха. В Европе, в Восточной Европе, Восточная Европа со страхом смотрит на мужчину. Вот, то есть, женщины не чувствуют себя в безопасности, вот в чём дело. С вызовом смотрят на мужчину, что у тебя есть, а кто ты такой, вот это, да. А что ты можешь дать, а докажи, а сделай мне подарки, там, и прочее. Докажи, что ты мужчина, вот это. Вот, и некоторые мужчины на это попадаются, в эту ловушку. Вот, поэтому гордыня, гордыня разрушает отношения тоже, когда у женщины чувство собственной важности есть, да. Тоже разрушает отношения, то есть, она презирает мужчину. Или чувствует себя выше его, лучше, да, или хуже. Тоже неправильно это всё. Если она себя выше чувствует, она будет его презирать, да, ниже его, значит, будет его постоянно осуждать за что-то, да. Вот, вот такие отношения тоже разрушают мужчину. Ну, а самое главное, когда женщина не учит мужчину быть мужчиной, он не понимает этого. Если она неженственная, вот неженственность разрушает мужчину тоже. Поэтому Здесь я, вот, здесь смотрят, здесь безопасная страна, Шиланка. Безопасная. Вот у нас тут про Европу говорят, что безопасная, а у людей страх в душах. Страх, они со страхом смотрят на мужчину. Здесь без страха смотрят. Здесь на мужчин смотрят с уважением. Здесь очень большая, очень великая роль отца, мужчины. Поэтому отец любит своих дочерей, дочери любят отца. Всё прекрасно. Они скромные здесь девушки. Здесь, кстати, секс до брака не поощряется, а то и запрещен. Вот, поэтому они невинные здесь девушки, да. Там 20 лет она невинная, 24-26 лет у неё не было сексуальных отношений. Вот, она ждёт, когда она выйдет замуж. Ждёт. Пока она работает. И зарабатывает на семью. Потому что семьи многодетные. Надо помогать, сёстрам и так далее. А родителям надо помогать. Деньги зарабатывать. Вот так вот. Себя тут посвящают семье. Вот, семейные ценности. Поэтому разрушает женщина, у которой нет семейных ценностей. Которая не понимает, что такое семья. А вот так вот. Так что это всё серьёзно. Серьёзные вопросы. Если не развиваются люди в отношениях. Вот, тоже. И, а самое главное, ну, я ещё раз подчеркну, это ложь. Когда женщина лжёт. Вот она, как бы, делает вид, что любит. А на самом деле она просто в созависимых отношениях находится. Она привязана просто, да. Скажем так, вот эта привязанность разрушает отношения, безусловно. И не любит она мужчину. Не любит. Но с ним, потому что ей по какой-то причине выгодно. Когда ей это перестанет быть выгодно, она уходит от мужчины. К другому. Так, легко. И там изменяет ему ещё что-то, да. Вот. Но, знаете, подобное притягивает подобное. Вообще-то, да. Поэтому я очень много вижу хороших семей, хороших отношений. Там все хорошие. И девушки, и парни, и муж, и жена. Всё у них замечательно. Ещё раз говорю, подобное притягивает подобное. Поэтому, дорогие мужчины, хотите женщин хороших, будьте хорошими сами. Вот. Любите сами. Заботьтесь, да. И вы тогда притянете к себе женщину хорошую. Безусловно. Хороших женщин очень много. Очень. У меня сколько занимаются женщин. Не важно, что там в прошлом было. Не важно, кто ваши родители. Не важно, и были ли они вообще. Не важно, какая семья. Всё это не имеет значения никакого. Если вы прошли психотерапию. Вы проходите психотерапию, и прошлого нет. Вы сами себя сделали. Вы у себя сформировали во время психотерапии. Мировоззрение. Позитивное мышление. Систему ценностей. И живёте жизнью души. Вот что нужно. И человек после психотерапии, это счастливый человек уже. А любой счастливый человек сможет построить отношения с любым другим счастливым человеком. Поэтому нет проблем. Поэтому не переживайте насчёт прошлого своего. Прошлое должно остаться в прошлом. И вообще файлы прошлого. Разрядим никаких эмоций по отношению к прошлому. Негативных. Только позитив. Вот принимаем себя, любим себя и всё. И начинаем отношения с нуля. И строите отношения. Женщина осознаёт свою миссию. Становится богинями и королевами. Истинно себя любит. Любят мужчин. Мужчины то же самое. Ощущают себя мужчинами. Начинают заботиться о женщине. И проявлять великодушие. И два счастливых человека, любых, построят отношения. Поэтому всё, что надо, это стать счастливыми. А для этого надо пройти психотерапию. Ещё раз говорю, стартовые позиции, они не важны становятся. Всё. Я, например, вообще в своём прошлом не думаю. Но для меня не важно. Я живу здесь и сейчас. Я живу в соответствии со своим мировоззрением, принципами безусловной любви. Я люблю себя, люблю весь мир. Мне хорошо. Мне просто хорошо. И мне встречаются хорошие люди. Постоянно встречаются хорошие люди. На мою любовь мне отвечают любовью. Всё. Я живу в пространстве любви. Я сейчас тут вот поселился в отеле. Тут ребята молодые. Отцы молодые. У всех семьи, жёны. Они счастливые. Они работают. У них свои дома. У них сады свои. Вот мне сегодня угостили меня апельсином. Он кислый-кислый. То есть, просто его разрезаешь и выжимаешь сок. Я выжимаю сок. Ну, вот все так делают. Да, это для сока. Очень вкусный такой витаминизированный напиток. Вот. Ребята молодые, счастливые. Все улыбаются. Они работают. У них дети, жёны. Работа есть. Страна прекрасная, Шри-Ланка. Здесь солнце. Всё. Всё хорошо. Деньги есть. Постояйца есть. Туристы есть. Деньги капают. Но чего не жить-то? И вот они и живут. И занимаются воспитанием детей с любимыми жёнами, женщинами своими. Прекрасно. Пары приезжают тоже симпатичные, красивые. Ну, всё. Окружённый здесь любовью, красотой, благолепием, таким благополучием. В кафе иду, там всё. Все мне улыбаются, все меня знают. Всё прекрасно. Я заказываю там какой-нибудь чикен суп или нудл чикен. В общем, на скафе с эклерами. Отлично. В дом иду, дальше гуляю. Ну, все как бы, вот, главное здоровье психическое, чтобы было, да? Все строят отношения. И здесь как раз семья на первом месте. Вот Шри-Ланка – это страна, где семейные ценности на первом месте стоят. Здесь главная семья. А во главе семьи – отец. Замечательно. Замечательно. Ну что, поэтому и всё нормально. А в Европе, например, деньги на первом месте. Так что, сами понимаете, что для кого главное, тот то и будет. Тот к тому и будет стремиться. Вот. Так что, выбирайте, выбирайте. Я говорю, что если там какие-то проблемы, ну, проходить психотерапию. Пройдёте психотерапию, построите отношения. Всё, без проблем. Всё будет. Психотерапия творит чудеса. Будет у вас и деньги, и работа, и семья крепкая, и жена верная, и дети прекрасные, хорошие, умные, воспитанные. И вы будете радоваться. Дом полная чаша. Главное – психотерапию пройти. Ничего другого нет. Ничего. Это прекрасно иметь семью. Это очень здорово. Мне очень нравятся семейные люди. Я смотрю, восхищаюсь. И сюда приезжают с семьями, и там двое, трое детей. Отлично. Вообще, Шри-Ланка для семейного отдыха очень, очень подходит как раз. Вот. И здесь спокойно очень, очень хорошо. Так что главное – спокойствие. Что ещё? Какие женщины разрушают? Вот невротизированные, психопатичные. Да? Они. Они спокойные женщины. А спокойствие – это любовь. Женщина, которая себя не любит, она и мужчину не любит. Поэтому она будет разрушать отношения и мужчину. Так что спокойствие. Смотрите на женщину. С женщиной должно быть спокойно. Даже скучно. Вот. Вот это хорошая женщина. А если всё как на вулкане, ну, не выдержите. Просто не выдержите. Я знаю такие… Очень много таких отношений. Всё плохо заканчивается. Болезнями, депрессией. И так далее, и так далее. Деньги теряют. Вот там, где страсти кипят. Не должно быть страстей никаких. Спокойствие. Любовь – это спокойствие. Вот видите, любимого человека. Обняли. Общайтесь спокойно. Всё. Бурный только секс. Благодарю всех за внимание. Всем счастья, любви, процветания и крепких отношений продолжительных, долгосрочных, счастливых, семейных, любящих. Люди, когда строят отношения, строят на принципах безусловной любви и честности, они будут счастливы и они станут мудрыми. Ну, а мудрость – это счастье. Продолжение следует. Продолжение следует...